МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Интернет в помощь. Из-за погодных условий ученики гимназии номер 3 обучаются с помощью мессенджера ватсап. Уже несколько дней из-за морозов младшие школьники не посещают учебные заведения. Неправильно мыли посуду, не использовали дезинфицирующие средства. Такие нарушения выявились санитарные врачи. 18 детских садов Симиртау оштрафованы за несоблюдение санитарных норм. Аким на один день. Почему сменился градоначальник Караганды и кем теперь станет Нурлана Абакиров? Вот я стою такого-то года на очереди на квартиру. Дайте квартиру. Вот я вам спрашиваю. Я там 505. Вот дайте мне квартиру. Середина учебного года. А школьные коридоры и классы пустуют уже несколько дней. Виной тому погодные условия. Из-за морозов ученики не посещают школу. Учиться приходится с помощью мультимедийных технологий. Директор гимназии номер 3 рассказала, как современные технологии помогают не отставать от школьной программы, сидя дома. На протяжении четырех дней дети не могут посещать занятия из-за морозов. Но это не повод не учиться. С помощью мессенджеров отца родители и учителя обмениваются домашними заданиями. Также основным способом дистанционного обучения является образовательный портал Belimland. Здесь классные руководители и учителя-предметники доносят задания до учащихся. На прошлой неделе у нас с четверга были официально отменены занятия отделом образования. С первого по четвертый класс. И в субботу не учились. И сегодня не учатся учащиеся с первого по девятый класс. В первой смене обучались учащиеся десятых, одиннадцатых классов. От программы не отстают. Если свыше пяти дней, то мы будем вносить корректировку в тематическое планирование. С 18 ноября погодные условия резко ухудшились. Температура воздуха понижалась до минус 32 градусов. В связи с этим отменяли занятия для школьников. У каждой школы свои методы решения подобных проблем. И, как уверяет директор, такой метод не будет влиять на качество знаний. В 18 детских садов Темиртау работали с нарушением санитарных правил. В дошкольных учреждениях игнорировали правила мытья и дезинфекции столовых принадлежностей. Использовали битые чашки, тарелки, а также пластиковую посуду. Все эти нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провели сотрудники департамента по защите прав потребителей. Нарушения санитарных правил были выявлены в результате внеплановой проверки. В 18 детских садов из 22 города Темиртау не смогли пройти проверку из-за различных нарушений. Сотрудники СЭС уверяют, сейчас все нарушения уже устранены. Руководители дошкольных учреждений привлечены к административной ответственности. Встречались такие нарушения, как не в свое время очищались мусор-сборник от твердых бытовых отходов. Использовались посуды с обитыми краями, которые работали. Не всегда соблюдались требования к обработке оборудования инвентаря в пищеблоке. Не соблюдались правила мытья посуды, столовую посуду в группах. Заторов на дорогах, связанных с обильным снегопадом, этой зимой не будет. Коммунальные службы и дорожники основательно подготовились к прохождению зимнего периода. Прошлогодний горький опыт стал для подрядчиков уроком. Такое заявление сделал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайзильда Санаубаров на совещании в областном Акимате. 14 подрядных организаций, 138 единиц снегоочистительной техники полностью готовы к зимнему содержанию дорог, заверился Наубаров. Всего в Карагандинском регионе 3549 километров дорог областного значения. 240 километров считаются наиболее опасными. Там зачастую случаются заторы. На дорогах имеется 125 мостов и более 4000 водопропускных труб. Оборудованы 19 обогревочных пунктов и еще 25 производственных зданий. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены временные дорожные знаки, скользкая дорога, ограничение скорости в количестве 150 штук. Произведен полный 100% окост травы и кустарников с обочин. Заготовлено противоуголедного материала в количестве 12500 кубов. Заготовлен запас горучих смазочных материалов, дистоплива 200 тонн и бензин 41 тонна. В наиболее опасных участках заготовлен противоугололедный материал в виде буртов. На случай возникновения экстренных ситуаций согласован план оперативных мероприятий со всеми службами области. Застрявших на трассе фур в этом году не будет, заверил чиновник. Во-первых, четкое взаимодействие относительно оперативного принятия решения по перекрытию трасс, Если надо усиливать там мерами, имеется в виду, дополнительные какие-то дорожно-постовые службы и перекрывать, давайте вот эти, чтобы алгоритм у нас был взаимодействия. Глава региона также отметил, что особенно бдительными нужно быть сельским районом. Дорога между населенными пунктами должна своевременно очищаться. Кроме того, людей нужно правильно информировать о проявлениях природы и опасных участках дорог, подчеркнул Нурмухамбет Абдебеков. Айям Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Карагандин, Урлан Аубакиров, уступил свое кресло студенту. 16-летний учащийся Карагандинского коммерческого колледжа стал новым городоначальником шахтерской столицы и даже провел свой первый прием граждан. Правда, проработал на этой должности Юрий Михуля всего один день. Молодой человек стал победителем в неделе молодежного самоуправления. Своё кресло градоначальник Нурлана Аубакиров на один день уступил обычному студенту. Юрий Михуля – студент Карагандинского коммерческого колледжа. Он хорошо владеет государственным языком и даже умеет играть на национальном инструменте – кобызе. Молодой человек стал победителем в неделе молодежного самоуправления и прошел конкурс на должность Акима Караганды. Свой первый прием граждан Юрий начал с Нурлана Аубакирова, который требовал себе жилье из госфонда. Я стою такого-то года на очереди на квартиру. Дайте квартиру. Смышленый студент нашел, что ответить Акиму. Он посоветовал Аубакирову дождаться очереди на жилье. Целый день он провел вместе с Нурланом Ирикбаевичем, который поделился с ним всеми премудростями государственного управления. Я не умнее, не талантливее многих из здесь присутствующих. Откровенно тебе говорю. Вопрос только один. И мой совет тебе – это мера ответственности и запорученное дело. И самое важное – это трудолюбие. Нурлана Аубакиров рассказал молодому преемнику, как управлять городом. По его словам, акции самоуправления необходимы для формирования положительного имиджа местных исполнительных органов среди молодежи. Это дает возможность и для детей, именно для молодежи анализировать, анализировать, почему принимаются такие или другие решения. И дает возможность им профориентироваться. Если хоть один из них после этой школы придет на государственную службу сознательно, с целью именно принести на пользу своему городу, своей стране, то это будет очень успешный проект. Изучив состояние дел в городе, Михуля дал Акиму Нурлану Аубакирову несколько поручений, касающихся уборки снега. В конце дня студент сделал выводы об ответственности, которая лежит на плечах Акима. Дальнейшая мечта Юрия – поступить на государственную службу и служить народу. Сегодня я понял, работа у Акима нелегкая и требует огромной ответственности. Мне очень понравился Нурлан Ерикбаевич. Он очень открытый и разносторонний человек. В будущем я хочу пойти по его стопам. В ближайшее время аналогичную практику работы в роли заместителей Акимов пройдут еще три участника школы молодых госслужащих. Айем Амрина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Более 8 литров крови сдали сотрудники правоохранительных органов. Ко дню памяти жертв ДТП, полицейские батальона и полка ДПП, местные полицейские службы сделали доброе дело. Цель акции – привлечь внимание автовладельцев к проблеме нехватки донорской крови. Акция проводилась в рамках Республиканской недели безопасности дорожного движения и Дня памяти жертв ДТП. Участниками стали полицейские батальона ДПП, местные полицейские службы и полка ДПП. Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года на территории Карагандинской области произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в которых 113 человек погибли и 775 получили травмы различной степени тяжести. В более серьезных авариях пострадавшие нуждаются в донорах. Мы полицейские полка ДПП, местные полицейские службы города Караганды. В постоянном основе проводим акции, сдаем крови для пострадавших ДТП и других пострадавших нуждающихся в крови. Подобные акции проводят с 2005 года. Это стало доброй традицией не только в Казахстане, но и во всем мире. Многие из сотрудников ДПП впервые издавали кровь. Каждый полицейский на местах аварии видел не только искороженное железо, но и человеческие тела, истекающие кровью. Поэтому каждый осознавал, для чего он это делает. Не остаться в стороне от общей беды и сдать кровь пострадавшим в ДТП или тяжело больным в областном центре крови города Караганды может каждый желающий. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла республиканская акция «Неделя безопасности дорожного движения». Ежегодно подобные мероприятия проводятся в рамках Дня памяти жертвам ДТП. В этот раз сотрудники местной полицейской службы решили провести акцию в неформальной обстановке за рулем спортивных карт. Зеленый свет, полная готовность и старт. Все было как по-настоящему. На этот раз сотрудники местной полицейской службы приняли участие в акции под названием «Авторалли» на базе картинг-клуба «Андеграунд». Главными участниками стали женщины-водители, среди которых были сотрудники МПС, представители СМИ, а также в заезде участвовала и автолюбительница из Ассоциации деловых женщин Алия Садырбаева, которая одержала первенство в заезде. Всего принимали участие семь автолюбительниц. Несмотря на низкую температуру, участники справились с заданием на отлично. Под надзором опытного инструктора все прошло на высшем уровне. Как говорят сотрудники МПС, что непрофессионалы любят картинг за остроту ощущений и возможность получить адреналин, а спортсмены для приобретения новых навыков. Цель акции – это, во-первых, повышение безопасности дорожного движения среди водителей, привлечение внимания общественности к травматизму дорожного трасса и происшествия. Естественно, это немаловажное соблюдение правил дорожного движения. Ну и чтобы общественность задумывалась, что безопасное поведение на дорогах – немаловажный фактор. В завершение мероприятия победители получили памятные подарки и дипломы. Асель Сазамбаева, Волжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В честь десятилетия на финансовом рынке Казахстана и 175-летия со дня основания Сбербанк провел акцию для жителей шахтерской столицы. Мероприятие проходило в виде викторины, где разыгрывались билеты в кино и множество полезных призов. Акцию посетила и наша съемочная группа. В честь юбилейных дат Сбербанк провел розыгрыш призов в виде викторины. Вопросы были несложные из области кино. Любой желающий мог принять участие, ответив правильно на вопрос и получить приз. Подобные акции проходят по всей республике в течение трех дней в различных торговых домах. Желающих поучаствовать в викторине было много. Каждый хотел выиграть приз. Всего разыгрывали 175 билетов в кинотеатр на две персоны, а также шейкеры, кофейные кружки и многое другое. Неожиданно выиграл билеты в кино и гость из Астаны Альбек Абу, который случайно оказался в торговом доме. Пребывание в Караганде, оно вообще спонтанно. Пребывание в Ситимоле в данный час, оно вообще является спонтанным. Потому что по волею судьбы, по волею случая мы оказались здесь. Потому что у нас проходят съемки сериала «Алжир». И мы являемся непосредственно в составе съемочной группы. И непосредственно я являюсь ассиентом режиссера по актерам. И в свободное время мы решили посетить фантастических тварей, услышали о розыгрыше и решили принять участие. В этом году Сбербанку исполняется 175 лет со дня основания. Сегодня филиалы Сбербанка работают в 20 странах мира, обслуживают 135 миллионов розничных клиентов и более 4 миллионов компаний в Европе, Турции и странах СНГ. Кроме того, банк успешно работает на протяжении 10 лет на финансовом рынке Казахстана. Карагандинский филиал Сбербанка – один из самых старейших по стране. Всего их 6 по области. В честь двойной юбилейной даты сотрудники Сбербанка решили поделиться радостью, устроив настоящий праздник горожанам. Асель Сазамбаев, Волжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Победой у Скаменогорского торпеда закончился первый матч казахстанского дерби. На выезде в Восточном Казахстане Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проиграла хозяевам площадки со счетом 3-2. В какой-то степени новую жизнь в казахстанской дерби внесла прошлогодняя серия плей-офф, когда команды столкнулись в первом же раунде. Сначала два матча выиграла торпеда, а потом «Сарарка» выдала сразу 4 победы и пошла дальше. Серия получилась очень захватывающей, и теперь болельщикам еще интереснее ждать дерби. Благо, что обе команды находились в лидирующей группе. Первые два периода остались за «Сараркой». Первый по игре, а второй по счету. Кстати сказать, счет в игре открыли хозяева площадки. На пятой минуте второго периода первую шайбу в игре забил нападающий торпеда Александр Шин. Но уже через 4 минуты карагандинец Дмитрий Орлов сравнивает счет, а под занавес второй 20-ти минутки Данил Ердаков удваивает преимущество «Сарарки» – 1-2 после второго периода. А вот в третьей 20-ти минутке для карагандинцев все пошло наперекосяк. Грубейшие ошибки Желнировского и Смольянинова в своей зоне привели к двум необязательным голам и победе торпеда. Победные шайбы забросили Белухин и Жайлауов. «Хороший настрой. Два периода играли просто, играли по заданию. И, к сожалению, я в счете предупреждали, что команда соперника будет необходима ей лезть вперед. И, к сожалению, чисто индивидуальные ошибки некоторых игроков привели в таком результате. Я был с победой. Ждем дома». Наставник «Уск-Каменогорского торпеда» признался, что на третий период его команда вышла биться по-настоящему. «Честно говоря, что коллега сказал, что даже добавить нечего. Игра равная была. Где-то во второй периоде преимущество соперника за счет нашего меньшинства. То есть много удалений было. В общем-то и грамотно они забили два гола. Но ребята, в общем-то, на третий период вышли биться, умирать. Так что забили гола. Тут же на куражение было удалось забить еще и третий. Так что молодцы ребята с победой. Их прошло». Это был первый матч в рамках казахстанского дерби. 24 ноября уже Сараарка будет принимать у себя «Уск-Каменогорская торпеда». Матч состоится в Ледомом дворце Караганда-Арена в 19 часов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие футболисты и полицейские из Тимиртау. В областном департаменте внутренний дел прошел традиционный турнир по мини-футболу в честь празднования Дня первого президента страны и 25-летия независимости Казахстана. Ежегодно в честь празднования Дня первого президента Республики Казахстан в ДВД Карагандинской области проводится турнир по мини-футболу. Нынешние соревнования также посвящены 25-летию независимости. Состязания уже стали традиционными и пользуются у полицейских спортсменов большой популярностью. В ежегодном турнире приняли участие 18 команд полицейских из всех территориальных подразделений области. В торжественной церемонии открытия турнира принял участие заместитель начальника ДВД полковник полиции Ардак Интыкбаев. Он отметил, что одним из постоянных приоритетов обращения главы государства к народу Казахстана является здоровье. Для большинства сотрудников Департамента внутренних дел культура здорового образа жизни стала нормой. Также было отмечено, что такого рода соревнования способствуют физическому совершенствованию и повышению уровня спортивного мастерства. А неформальное общение и проведение активного досуга укрепляют профессиональные навыки. Турнир проходит на хорошем уровне. Турнир проводится часто. И как мы сами, чтобы держали форму, постоянно неделю-два раза ходим на футбол. Это для самочувствия и всегда, чтобы быть в форме. По итогам турнира первое место завоевала команда Восточного отдела полиции УВД города Тимиртау. На втором месте футболисты Департамента внутренних дел. Замыкают тройку лидеров спортсмены Михайловского отдела полиции УВД города Караганды. Все участники турнира награждены грамотами, а победители удостойны медалей и ценных призов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1996 году. Что происходит по ту сторону экрана, расскажет наш корреспондент. Кажется, что на телевидении больше всех работают ведущий и журналист. Но зритель видит только результат. На самом деле выпуск новостей – это огромная работа большой команды. Во Всемирный день телевидения, который отмечает 21 ноября, мы расскажем, как готовится информационный выпуск. Главное в репортаже – правильно отснятые кадры. Это дело техники и рук телеоператоров. Задача журналиста – написать текст. После проверки редактора – начитать. Далее за дело берется режиссер монтажа. Кадры за кадром профессионалы выстраивают модель информационного блока. У диктора своя задача – подготовить внешний образ, макияж, прическа и можно выходить в эфир. Далее вновь монтаж. И самое важное – передать эту работу в аппаратную эфира. Здесь находится самое главное помещение телеканала. В аппаратной выдают в эфир то, что видят зрители на своих экранах. Вечная спешка, нестабильный график, стресс и риск. Профессия журналиста – это настоящее испытание. Суметь в сложный момент взять себя в руки, чтобы не дрогнул ни микрофон, ни голос. Выдержать натиск горожан и нападки чиновников – такова деятельность работников телевидения. Телевидение – это настоящая жизнь для тех, кто по-настоящему окунулся в эту сферу. И не зря говорят, что бывших телевизионщиков не бывает. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Бонстер. Редактор субтитров А.Семкин